Здравствуйте! На дорогах водители довольно часто сталкиваются с неоднозначными ситуациями. Например, что перед нами? Перекрёсток или выезд с прилегающей территории? Понимать разницу важно, ведь правила проезда прилегающих территорий и перекрёстков отличаются. Движение задним ходом на перекрёстках запрещено. А если это выезд с прилегающей территории, то движение задним ходом не запрещается. На перекрёстке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. А вот при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по ней, независимо от их манёвров и направления движения. Также зона действия некоторых дорожных знаков распространяется до ближайшего перекрёстка. Например, зона действия знака 3.27, остановка запрещена, распространяется от места установки знака до ближайшего перекрёстка за ним. Но действие этого же знака не прерывается в местах выезда с прилегающей к дороге территорий. Так в чём же разница? Давайте разбираться. Для начала вспомним определение. Итак, перекрёсток — это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположное, наиболее удалённое от центра перекрёстка, начало закруглений проезжих частей. Не считаются перекрёстками выезды с прилегающих территорий. Прилегающая территория. Территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств. Дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное. Согласно этим понятиям, основное отличие перекрёстка и прилегающей территории состоит в объектах инфраструктуры, которым ведёт пересекаемая проезжая часть. Однако, оказавшись в реальных дорожных условиях, вы можете попасть в ситуацию, когда не всё так однозначно. Попробуйте сейчас определить, что перед вами — перекрёсток или выезд прилегающей территории. Рассмотрим несколько признаков, которые точно в дальнейшем помогут понять, что перед вами — перекрёсток. Во-первых, обращайте внимание на светофоры. Стандартные трёхсекционные светофоры с горизонтальным расположением секций или вертикальным, с дополнительной секцией или без таковой применяются только на перекрёстках. Они никогда не регулируют выезды с прилегающих территорий. Во-вторых, обращайте внимание на дорожные знаки. Знак 2.1 «Главная дорога» устанавливают в начале участка дороги с преимущественным правом проезда нерегулируемых перекрёстков. Знак 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой» и знаки с 2.3.2 по 2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги» устанавливают только перед перекрёстками, равно как и табличку 8.13 «Направление главной дороги». Если вы увидели эти знаки, перед вами точно перекрёсток. Но обратите внимание, что знаки 2.4 «Уступите дорогу» и 2.5 «Движение без остановки запрещено» ничего определённого не говорят. Знаки 2.4 «Уступите дорогу» и 2.5 «Движение без остановки запрещено» могут быть установлены перед выездом с прилегающей территории. И ещё один знак, который точно поможет определить наличие перекрёстка. Это знак 1.6 «Пересечение равнозначных дорог». Что же касается признаков прилегающей территории, то здесь уже следует ориентироваться на объекты, которым ведёт дорога. Если данный объект имеет определённые земельные границы, то это уже прилегающая территория. Например, территория автозаправочной станции. Или школьная территория. Территория парковки. Территория зоны отдыха и так далее. Однако, если вы всё-таки попали в неоднозначную ситуацию, светофоров и знаков нет, границы территории непонятны, то считайте, что вы оказались в худшем положении. В данном случае — на пересечении равнозначных дорог. То есть движение задним ходом запрещено, и следует уступить дорогу помехе справа. А вот с запрещенными манёврами или с увеличением скорости придётся подождать до того момента, пока вы не минуете настоящий перекрёсток. Возможно, кому-то такая осторожность может показаться излишней. Но, во-первых, это гораздо безопаснее. Во-вторых, к вам не будет вопросов от инспекторов ГИБДД. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Надеемся, вам понравилось. Если да, то палец вверх. Подписывайтесь, пишите спасибо в комментариях и покажите это видео своим друзьям. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.